Десять часов непрерывного чтения и сотни участников. Литературный марафон «Читаем Белова» открыл второй день всероссийских беловских чтений. Они проходят в эти дни в областной столице. Вслух в Волокжане читали одно из самых известных произведений автора «Лад», как это было в нашем следующем материале. В областной библиотеке имени бабушки на целый день очередь. Только за первые четыре часа к марафону присоединились более ста Волокжан. Каждый читает около страницы текста, предварительно пробежав его глазами. Первым книгу взял в руки профессор Вологодского госуниверситета Гури Судаков. Затем актеры, журналисты, депутаты, представители городских и областных властей, бизнесмены, школьники, студенты, преподаватели. Все, кому не безразлично творчество Василия Белова. Волновалась, конечно же, потому что хотелось прочитать красиво, выразительно. Василия Ивановича Белова очень уважаю, и поэтому просто по-другому нельзя было сделать это. Вообще, я считаю, что формат данного мероприятия, он очень такой правильный. Ну, во-первых, потому что мы читаем, и читать это вообще хорошо. Во-вторых, в нем может принять участие абсолютно любой желающий. Онлайн-трансляция 10-часового литературного марафона велась на сайте Волокда Портал, так что услышать строки Василия Белова можно было из любой точки мира. Это еще одна возможность привлечь Волокжан к чтению, ведь в этом и состоит главная задача масштабного литературного форума. Напомним, вторые всероссийские беловские чтения, которые открылись накануне, стали одним из ключевых событий года литературы в Вологде. Это продолжение той большой работы в культурной сфере, которая идет в областном центре по решению главы города Евгения Шулепова. Как итог, эксперты беловских чтений присвоили Вологде статус третьей литературной столицы России.